Томсо, какой смысл был в сопротивлении русским в этой войне? Отправили в бойню 30% населения. Кроме этого, хоть какой-то результат есть? Вы хоть каких-то результатов, кроме отправки в бойню, можете добиться? У кавказцев между собой больше ненависти, чем к тем же русским, готовы между собой грызться, кто древнее, кто сильнее и так далее. Как относишься к Бобицкому? Учитывая его дальнейшее общение с Кадыровым, думаешь, он делает это вынужденно или же он такой же российский империалист? Насколько я знаю, он уже умер, Чермо. По-моему, недавно было это сообщение. Он где-то проживал на территории Донбасса и он вроде как умер. Мое отношение к нему негативное. Как раз из-за того, что он стал делать после вторжения России в Украину, все то, что он делал, это было на руку России. Он стал таким типичным российским пропагандистом. Поэтому отношение к нему, конечно, крайне негативное. Саляму алейкум. Тумса, почему не вешаешь флаг Ичкерри? Ты же гражданин Чар-И или гражданин фашистской России? Ваалейкум асалям. Ну, если бы у меня за спиной был флаг фашистской России, тогда твой вопрос был бы актуален. Как ты видишь, у меня нет никаких флагов. Я пытаюсь как-то без вот этой политической составляющей пока вести свою деятельность. Так как, на мой взгляд, когда ты садишься на фоне флага своего государства, это уже немножко другой уровень. Конечно, это мои личные ощущения. Конечно, я бы мог на фоне своего флага говорить то, что я хочу. Но я к этому отношусь уже с такой большей ответственностью. И считаю, что когда ты садишься на фоне своего флага, это уже как-то сложнее просто говорить, выражать свои мысли. Так что я не хочу. Пока я этого не хочу. Если я когда-то займусь какой-то политической деятельностью, то, может быть, я сяду на фоне своего флага. Не больно ли тебе смотреть, когда лучшие кадры для освобождения Чечни 8 лет погибают за другую страну? Представь, что Ира сражалась бы с Британией в Бирме. Нет, не больно? Я вообще не согласен с такой оценкой, с самой постановкой вопроса. Благодаря этим, тем ребятам, которые ты говоришь про наши батальоны в Украине, если кто не понял, он говорит про добровольческие батальоны чеченские, которые сражаются сегодня в Украине против России. И они там не сегодня появились, они с 2014 года там. То есть он правильно говорит про 8 лет. И я наоборот чувствую благодарность, у меня есть чувство благодарности к этим людям за то, что они присутствуют сегодня там. Это небольшое количество, если взять в масштабах украинской армии или всего чеченского народа. Это небольшая часть нашего народа, но благодаря которой у России не получилось поссорить нас с украинцами и представить нас как агрессоров, как часть русского мира, российской армии, как чеченцев, которые разделяют эти российские взгляды, которые воюют за русский мир и так далее. Благодаря этим людям мы сегодня можем свободно парировать эту критику, эту пропаганду. И благодаря этим людям коренные чеченцы Украины, граждане Украины или проживающие, имеющие там вид на жительство, они тоже были спасены. Потому что, когда в 2014 году первые вот эти добровольческие кадыровские отряды появились на Донбассе, это очень серьезно ударило по проживающим украине чеченцам. Вы же понимаете, что там с горяча как бы очень серьезно начинают рубить. И если бы не вот эти добровольческие отряды, то многие чеченцы бы там пострадали и продолжали пострадать до сих пор. По какому принципу шариатское государство должно действовать в плане выдачи гражданства? По национальному признаку, религиозному, кровь земли, как в США или по другому? Я думаю, это вопросы, которые должны решаться в этом государстве. Как оно решит, так и будет. Для этого есть государственные институты, которые решают эту миграционную политику. Если ты мое мнение спрашиваешь, что я не знаю, честно говоря, я об этом не думал, чтобы сейчас сходу на этот вопрос ответить. Как мы решим, так и будет. И я считаю, что не об этом нам сейчас надо думать. Не теми вопросами мы заботчиваемся. Томсор, какой смысл был сопротивление русским в этой войне? Отправили в бойню 30% населения. Кроме этого, хоть какой-то результат есть? Вы хоть каких-то результатов, кроме отправки в бойню, можете добиться? Если я правильно понял твой вопрос, то здесь, наверное, идет речь о нашем сопротивлении, о двух последних войнах ты, наверное, говоришь. Какой был в этом смысл? Когда к тебе в дом приходит грабитель, грабитель о смыслах не говорят. Ты просто вступаешь с ним в бой, и неважно, может, он окажется сильнее тебя, этот грабитель тебя убьет, а может, их будет больше, и ты проиграешь, в любом случае твой дом будет ограблен. Все возможно, но это не обсуждается. Твоя обязанность, если он пришел в твой дом, чтобы тебя ограбить, чтобы тебя убить, убить твою семью, ты, не рассуждая, вступаешь с ним в бой. Поэтому даже рассуждение на эту тему, почему чеченцы вступили в бой с врагом, который пришел на нашу землю, это крайне несправедливое обсуждение. Конечно, вступили и будем вступать. И именно так должны поступать все. И вот сейчас Украина поступает так же. И если завтра туда скинут ядерную бомбу, все украинцы погибнут, и какой-нибудь, так ты, чувак, появится и задаст такой вопрос, то ему скажут то же самое. Когда враг пришел, с ним сражались. И правильно делали. Немного неправильное рассуждение насчет грабителей. Они вламываются без предупреждения, и ты вынужден защищаться. А войны начинаются за столами переговоров. Ну нет, неправильно. Война, она тоже начинается так же, как и ограбление. Но только перед тем, как начинается война, есть некие предпосылки, что она начнется. Как, например, Россия сосредоточила очень много войск на границе с Украиной. И было понятно, что они собираются нападать, но все равно большинство из нас не верило, что они нападут. Так же и в случае с ограблением. У тебя может быть очень много предпосылок. Твоего соседа ограбили сегодня, завтра второго соседа ограбили. И ты как бы понимаешь, что тебя тоже могут ограбить. Но когда он придет тебя грабить в 4 часа утра, значит, выбьет тебе дверь и объявит, что он начал спецоперацию по депродуктизации, детелевизоризации и де-ценностизации, то в этом случае ты просто должен оказать сопротивление. И не важно, у тебя достаточно сил, недостаточно. Ты просто делаешь то, что ты должен делать. И если в этой борьбе ты проиграешь, ну, значит, таково было предписание Всевышнего Аллаха. Ты станешь шахидом, иншаллах. А те, кто проявили к тебе эту несправедливость, они будут за это отвечать в судный день. Ты в любом случае выиграешь. У кавказцев между собой больше ненависти, чем к тем же русским, готовым между собой грызться, кто древнее, кто сильнее. Ты тоже самое можешь сказать не просто о кавказах, а даже сказать, что у чеченцев внутри себя больше ненависти, чем к России. И, наверное, в каком-то смысле в отношении каких-то людей ты будешь прав. Такие, наверное, тоже есть. Но все-таки большинство это нормальные здравомыслящие люди. Та категория, о которой ты говоришь, это их на самом деле, это не является большинством ни кавказских народов, ни отдельно взятого какого-то кавказского народа. Поэтому вот мы сегодня, допустим, внутри у себя, в чеченском народе у нас очень много противоречий, мы друг с другом в такие полемики вступаем, что может создаться впечатление, что мы друг друга все ненавидим. Но мы все однозначно являемся, приходим к единому компромиссу в том, что какие бы у нас не были друг к другу претензии, мы все признаем, что у нас есть общий враг. Это я сейчас не говорю про представителей кадыровцев, потому что их мы правильно воспринимаем как Россию. То есть это же российские чиновники, это российские солдаты, российская полиция. Я сейчас не про них говорю. Но если вы посмотрите даже на какие-то дебаты в чеченской диаспоре, этой же Европы, например, то у вас может создаться такое впечатление, что мы там друг друга ненавидим. Но зато, как бы мы друг с другом не спорили, при этом все мы объединены на том, что нашим общим равном является Россия. Редактор субтитров А.Семкин